То есть наша цель это новый человек. Это вот, ну как бы, ну одна из целей, да? Жить по воле Божьей. Жить в присутствии Божьем. И это новое мышление, да? Поэтому у нас есть Библия, есть Новый Завет, да? То есть другими словами, это тоже обновленный Завет, да? Вот Новый Завет, да? Бог не то чтобы там решил все переделать, да? Но он решил обновить. То есть он говорит, слово мое, оно есть слово. И законы мои, есть законы. И закон добр, и правдив. И все, что я сказал в законе, так оно и есть. Но для того, чтобы это работало, вам нужен Новый Завет, вам нужно обновление, вам нужен мой дух. Да? Вам нужно, чтобы вот этот закон теперь, он был записан в ваших мыслях. Не чтобы вы жили по инструкции все время от меня, да? Или спрашивали себя, а как здесь поступить, а как здесь поступить. Но вы реально жили этой жизнью и просто были вот уже вот этим, да? Новым творением, которое не спрашивает все время, как ему поступать, а просто живет. Аминь. И вот для этого мы все время, то есть для того, чтобы к этому прийти, это не происходит вот так, в один момент. Да? С одной стороны это происходит именно вот так, потому что Иисус это сделал и сказал, все, я все сделал. Теперь, ну, вы это получаете, получили, да? Но это процесс. И как ни крути. И поэтому вот этот процесс, и вот меня так повело, что именно обновление, обновление ума, постоянное обновление, да? То, что Библия говорит, постоянно обновляйтесь в познании, постоянно обновляйтесь в откровении, оно и делает нас вот этим новым творением. То есть, получается, что если мы застоприемся, остановимся, все, мы проиграли, мы остановились, мы перестали обновляться. Знаете, и не так важно, сколько ты сделал хорошего даже за то время, пока ты шел вперед. Да? Потому что Библия говорит, если праведник перестанет, Библия говорит, все, я его отвергну. А если грешник покается и начнет, вот он был грешник, 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 и вдруг что-то с ним происходит, и до него дошло, наконец-то, и он у него заработал, он начал обновляться, он начал оставлять грех, он начал оставлять это свое плотское мышление. И Библия говорит, Бог говорит, я его приму. Вот, поэтому вот таково, да? И нам иногда кажется, что это даже как будто бы чуть-чуть несправедливо, потому что есть люди, которые могут сделать очень много хорошего, и в итоге попасть совсем не туда. Да? Как Иисус говорит, что вы зовете меня Господи, Господи, а волю мою не исполняете. Он говорит, мы исцеляли твоим именем, мы больных поднимали, а он говорит, нет, вы волю мою не исполняете. Вот. Для того, чтобы его волю познавать, да, нужно как раз обновляться. Это вот Римлянам 12 глава, да? Ну преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. Поэтому вот вся наша жизнь, она должна крутиться вокруг вот этих вот слов. Преображение, обновление и воля Божья. Да? И вот, ну, если хоть какого-то из этих слов у нас не будет вот в этом наборе, то мы уже можем застопориться. Мы можем преображаться, обновляясь без воли Божьей. Мы можем, вроде кого-то, воля Божья, но не обновляемся, да? И, соответственно, это уже перестает быть волей Божьей. Не хочу вас запутывать, но жизнь, она такая. И мы часто запутываемся. Вот. И я сравнил вот это обновление с тем, что, ну, наше обновление, постоянное обновление с тем, что вот как компьютер, он перегревается. Да? Если он не обновляется, если он не чистится, если из него не удаляется что-то ненужное, какой-то мусор, и не загружаются новые программы, которые работают и быстро работают, он тормозит. Да? Поэтому вот не хотите тормозить, обновляйтесь. Обновляйтесь. Божье Слово все для этого нам дает. И вот я забыл еще один пример, который был в прошлой проповеди, ну, я его сегодня, как бы, добавлю. Что один человек, ну, я не знаю, это реальная история или это как притча, да? Вот человек плыл, ну, там было кораблекрушение или что-то, вот он плыл и плыл в тумане. И не доплыл до берега очень мало, 10 метров, потому что был туман, потому что утонул уже почти вот, доплыв до берега. Вот если бы не было тумана, если бы он видел, разве бы он утонул, не утонул, да? Ну, человек плыл-плыл, и поэтому, когда ты, да, движешься в тумане, не обновляясь, не имеешь смысла, не имеешь цели, то вот поэтому люди-то и туманут. Вот. Поэтому очень важно действительно обновляться, очень важно понимать это, да? Что есть цель, и есть смысл во всем этом, да? Нужно продолжать жить, да? Нужно попросить Бога, опять же, да, убрать этот туман, да? Для того, чтобы опять появилось видение, смысл жизни, куда идти, как идти, зачем и так далее. Вот. И помните, я сказал тоже, да, вот в этой теме, что у кого проблемы с обновлением? У того, кто грешит, помните? Евреям, 6 глава, да? Невозможно познавших Бога, но опять продолжающих настойчиво, да, быть упорными в греке в одном и том же, да, обновлять покоение. Все. То есть если, вот она проблема часто, да, грех. И я увидел еще одну проблему, поэтому я так плавно захожу в сегодняшнюю тему. Она достаточно, просто вот вступление, она у меня такое, переход большой получился. И когда я хотел начать говорить эту тему на этой неделе, она мне показалась такой маленькой, такой простой, короткой мыслью. Но потом, когда я начал о ней размышлять и начал копать, я понял, что, ой-ой-ой, нам не хватит ни времени все места прочитать. Ну, вообще, мы сильно, ну, как бы, ну, как бы увидим, что это очень серьезная тема, очень серьезная проблема. И как раз эта проблема, я увидел, что она тоже мешает обновлению. То есть это одна из тех вещей, которая перегревает наш именно разум. Именно вот сильно перегревает и стопорит нас как личности, не дает нам развиваться, не дает нам даже оставлять грех. И звучит это очень просто. Не судите, да не судимы будете. Очень просто. Очень простая мысль, да? Очень всем понятная, в принципе, еще проповедовать. Можно просто сказать, не судите и не будете судимы. Но я вижу, как вот именно эта мысль пропитывает практически все Иван. Знаете, да, с чего крест состоит, да? Крест состоит из двух составляющих. Две составляющих. Это уже такое проверенное откровение богословами, да, такое вот, что есть вертикальное прощение и есть горизонтальное прощение. Знаете, да? Ну, так это, да, задумывал это Бог так или не задумывал, да, это такое человеческое откровение. Но, тем не менее, в этом есть очень много. Что действительно крест, вот он должен иметь две составляющие, да? Есть вот этот вертикальный сам стол, да? И есть вот этот горизонтальный палк. И это является символом христианства. И вот, как бы, вот это такое христианское откровение, в общем, уже такое признатое, признанное, развитое, да? Оно и как раз и говорит, что вот Бог нас прощает вертикально, да, тебе прощены все грехи. Но ты должен прощать горизонтально. И должен это делать именно ты. Именно вот это уже твоя часть. Почему вот Иисус в Отче наш тоже засовывает очень простую фразу. И прости нам наши грехи, как и мы прощаем должникам нашим. Вот у Отче наш, она, ну, молитва достаточно такая, короткая, простая, но очень емкая. И Иисус включил туда все, что нам нужно, да? В отношении с Богом, прославление, да придет твое царство, дай нам покушать, да? Дай наполни нас, дай нам и физическую еду, и Слово Божье. И прости нам грехи наши. Можно было просто оставить, и прости нам грехи наши, пожалуйста, да? Как мы говорим, пожалуйста. Ну, он добавляет, как и мы прощаем должникам нашим. То есть вот, и вот он это все добавляет, и нам вот это действительно необходимо. Но мы очень часто вот этому не придаем такого значения, которое он действительно имеет для Бога. И как оно важно для Бога, и как Бог его часто видит. И многие из нас скажут, да ладно, я прощаю вообще всех и постоянно. К сожалению, на практике это часто не так. И мы очень склонны судить других людей. Это вот, ну, настолько наша вот такая вот склонность, она прям, и она, вот она именно из греховной природы берется. Она не говорит, потому что ты вот такой плохой человек. Это все берется просто потому, что ты человек. И ты вот привык так мыслить, и все люди вот так вот мыслят. Мы поставили себя вот на какую-то там, засунули себя в какие-то вот, ну, вот мы здесь находимся по жизни, да? Есть вот там какие-то более лучшие люди, а здесь есть более хорошие люди, да? Мы себя куда-то вот всунули, на какую-то полочку так поставили, определили, что мы здесь. И чем мы занимаемся? Те, кто там и делают хуже, чем мы, да, мы судим. Кто чуть-чуть хуже, мы чуть-чуть судим. Кто там вообще внизу, мы больше судим. Кто внизу, мы вообще прям удивляемся. А кто вообще-вообще внизу, мы даже не судим уже. Чего их судить? Правильно или нет? Уже смысла нет судить вообще его. Вот, поэтому. И, а что получается еще с теми, кто повыше? Знаете, что происходит? Наша совесть судит нас. Когда мы сравниваем себя с ними. Те, кто повыше, те, кто получше. И получается, и поэтому я вот сегодняшнее слово вот это вот так увидел, знаете, я немножко изменю как бы. Написанное. Ну вот, это больше для того, чтобы как бы расширить понимание, что я хочу сказать. Не судите и не судитесь. Здесь Иисус как бы говорит, не судите и не будете осуждены, да? А я вот именно хотел сказать, что если ты не будешь судить, то ты не будешь и осуждаться. И в принципе, ну и вообще, и не суди, и не осуждайся. То есть, как бы вот, понимаете или нет, про что я хочу сказать. Что в принципе, что ты кого-то судишь, кого-то критикуешь, и в принципе, ты там судишь себя, или тебя какие-то поступки, вот, ну, там, твои на фоне, как бы, других людей, они тоже тебя как бы осуждают, мучают, да? Ты испытываешь какой-то суд, да? То есть, получается, что ты здесь, ты их не судишь, они чувствуют. Вот этот твой суд, ты, ну, ты же не наверху, правильно или нет? И ты чувствуешь какой-то суд, то, что тебя, тебя что-то осуждает. И поэтому ты все время находишься вот в этом процессе осуждения. Либо других, либо себя. Себя. И поэтому Иисус говорит, что какой мир вы мерите, такой будет и нам отмерен. Понимаете? Вот насколько ты судишь других, настолько ты будешь мучиться от вот этих угрызений каких-то совести, там, от того, что ты что-то не доделываешь, недостоин, и так далее. Понимаете или нет? Про что я говорю? Я просто не хочу сказать об этой некой, вот этой вот круговой такой зависимости. Откуда я опять же взял вот эту тему? Я прям увидел, живя с ребятами долгое время, как-то вот сражаясь за них, воюя там, да, пытаясь им помогать, справляться с их зависимостями, с грехами, там, и так далее. Я заметил одну тенденцию. И она настолько явная, что, знаете, в Библии еще написано, перед падением возносится сердце человеческое. И я прям вот увидел это прям такая явная тенденция, что, ну, что у меня там, да, и он в прошлый раз реальность рассказывал, помню, там, беспомощник, и вся вот эта вот кашица, которая происходит, да, то есть, что такое беспомощник? Да, это человек, да, это человек, который неизмененный, но из-за того, что он постоянно исполняет, он, ну, как бы, плохо живет, грешит, у него мучает совесть, и он периодически делает добрые дела, служит, помогает и так далее. Да, но не меняется. И вот я заметил, что такую, как бы, тенденцию, знаете, вот, что бесы, они всегда с другими бесами вообще ругаются. Они не дружат. Они, хоть они из одной армии, но они друг друга ненавидят. Они все время судят друг друга, знаете, вот. И поэтому, вот, мы должны быть осторожны вообще, ну, вот, как люди, вот в этих вот проявлениях, понимаете? Потому что, вот, и вот часто, и бывает, да, и в церкви, там, вот, один с другим собачится, да, как-то, вот, в чем-то. Они друг друг критикуют, не принимают, там, и так далее. Но это вот как раз и есть проявление вот этой вот природы, да, бесовской, вот этого вот духа неправильного, когда мы, вот, мы, я этот за этим, этот видит, этот за этим, и они друг друга прям вот, ну, у меня это все в центре, оно более явно, да, они прям вот ненавидят друг друга и готовы друг другу. Причем один там прям вроде прав, на самом деле, да, вот сейчас еще не исполняет, а другой исполнил. И вот этот, который не исполнил еще, он прям с таким яростной ненавистью пытается исправить того, кто уже что-то исполнил. Вот, и с таким остервенением доказывает ему, какой он плохой, как бы, человек, а этот, в свою очередь, видит, что этот такой же плохой человек просто еще пока не исполнил. И вот, вот это вот все время крутится. Я все время видел, что все, вот перед тем, как обычный человек идет и падает, он начинает, вот, проявляться в каких-то таких ситуациях, где он очень сильно кого-то судит или ругает там и так далее. Я уже все смотрю, готовится, да, готовится к падению. Для чего я это рассказываю, да, вот, вот именно для того, чтобы освободиться от этого. Чтобы мы увидели, когда, в какой момент мы попадаем на крючок. На крючок сатаны, на крючок этого духа, этого мира, да, на крючок собственной плоти. Что именно вот в этот вот момент, когда мы начинаем судить, понимаете, судить другого человека, нам раздражаться на то, как там другой грешит или согрешил или еще что-то, да. Вот, и я этот пример, который я уже сказал, явный, чтобы вы увидели, да, вот, ну, там оно явно, как бы, но я понимаю, что такая вещь вообще, что вот это вот суждение других людей и постоянное суждение, как бы, себя, да, и вот пребывание вот в этом, это вот является вот этой вещью, которая не дает нам обновляться, которая не дает нам действительно жить по Божьей воле, понимаете, которая не дает нам просто нормально жить, которая как раз вот и есть, и является вот этим перегрузом, вот этим, то, что наш компьютер, наш разум, наше мышление перегружает. Вот, мы, я говорю, мы либо других судим, либо себя судим. Все, вот, ну, как, вот в этом состоянии часто пребываем. Причем одно не лучше другого, понимаете? Некоторые могут там сказать, ну, я почти вроде других-то не сужу, ну, вот, зато себя съел всего. Библия говорит, что мы учились так не поступать. И сегодня я, вот, ну, и это как бы некая зависимость такая. Одного от другого, и вообще наша такая плотская зависимость. И если мы, вот, будем способны обновиться, увидеть это по-другому, поработать над этим, мы увидим, как, ну, мы начнем жить более счастливо. Да, потому что, вот, ну, действительно, то, что нам часто не хватает для того, чтобы просто жить, это просто жить счастливо, да. Бог хочет, чтобы мы были счастливы, хочет, чтобы мы были легкие, чтобы мы были духовные, были, жили с желанием, чего-то добивались, нормально терпели, претерпевали, там, и так далее. Просто были нормальными людьми, не перегруженными. Какой-то вот этой депрессией, лишней печалью, там, и так далее. В принципе, судом. Потому что, вот, ну, потому что мы должны понять. Знаете, вот, за что умер Иисус? Вот Иисус уничтожил грех или нет, скажите мне. Вот это правильно можно сказать, что Иисус уничтожил грех? А почему тогда мы грешим? Ну да, плоть, потому что плоть, да? Я, как бы, вот, знаете, что уничтожил Иисус, то, что я вот думал? Иисус уничтожил осуждение, да. Он взял на себя осуждение. Он сами вот эти вот дела наши, которые там мы делаем, он не уничтожил. Мы продолжаем периодически их делать, да? И апостолам говорит, всякий, кто без греха, кто говорит, что он без греха, тот что? Лжец, да? Вот. Ну, он говорит там дальше. Ну, мы имеем ходатай, да? И если мы имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Когда мы имеем общение друг с другом? Вот что такое настоящее общение друг с другом? Это когда мы не судим друг друга, в принципе. Понимаете? Вот это вот и есть настоящее общение. Когда мы действительно открыты, мы понимаем, что, ну вот, вот так вот. И человек может согрешить, да? И ты вот смотришь про это, и как бы, ну, Библия, она про это говорит. Павел говорит, да будьте снисходительны друг к другу, да? Вы сильные, носите небоще слабых. А как часто иногда сильные себя ведут? Как будто бы они сильные, да? Но они уничижают других в своих глазах, да? Как делали фарисеи. Поэтому, что сделал Иисус? Иисус умер за грех. Он как бы по факту не сам, саму эту привычку твою там, или поступок твой уничтожил, да? Он уничтожил расплату за него. Все. Тебя уже никто не судит за то, что ты делаешь. Вот представляете, да, что он сделал? Таким образом он побеждает грех. Что тебя уже никто не судит. И возникает сразу вопрос. Какой? Да что теперь, грешить можно, что ли? Вот он все время вот этот вот, ну, действительно, вот у Павла он в римлянах, он три раза возникает, у него этот вопрос. Так что нам теперь, грешить, что ли? И он говорит, никак. Потому что, ну, если ты, получив вот это вот познание, получив вот это вот, в принципе, зеленый свет, да, идешь и грешишь как бы, то ты не понял ничего. То ты не понял, сколько это стоило, ты не понял, что это такое и так далее, понимаете? Поэтому вот, в принципе, что должно произойти с грешником, с человеком, до него должно дойти. Сколько это стоило? Насколько Иисус крутой? Что он, ну, как бы, поэтому, в принципе, со своим грехом будешь продолжать бороться ты. Со своей вот этой вот проблемой будешь продолжать бороться ты. Ну, что делает Бог? Он дает тебе Святого Духа. Аминь. Он тебе говорит, я тебе Духа дам. И у тебя будет получаться. Только ты приходи ко мне. Поэтому христианин, настоящий христианин, это не тот, кто вот, все, перестал грешить, такой вот, ходит чистенький, беленький, не делает видимых грехов. Нет, мы будем продолжать грешить. И, ну, как бы, любой человек, ну, это должен понять. Поэтому более взрослые, более духовные христиане по-настоящему, не в кавычках более взрослые, по времени, да, а именно по духу более взрослые, они просто понимают, что есть разные люди, есть разные случаи, да, есть разные ситуации, разные уровни зависимости, да, как бы от того или иного греха, той или иной какой-то привычки или еще что-то. Кто-то легче, кто-то легко бросает курить, кто-то трудно бросает курить. Это я как пример, да. Кто-то легко бросает пить, кто-то кому-то труднее бросит пить там, да. Мы вот от таких вот каких-то верхних, в принципе, это даже не грехи, по сути. Но я просто их как бы включаю в такие. Потому что вот бросить судить намного сложнее, чем бросить курить даже. И потому что это вот более глубокая зависимость такая. Ее иногда трудно осознать, да? Мы должны думать о других людях, как они поступают, что они делают, да, должны. Мы должны как бы немножко, ну как бы вот иногда даже разбираться или даже кого-то исправлять, должны. Но судить это не наше. Понимаете? Вот то есть судить как судья, выносить вердикт, вот так и все. Да как такое вот, ну может быть, вот просто, я говорю, может быть все что угодно. Поэтому, кто у нас в Библии назван судьей? Только Бог. Почему? Почему Бог может судить? Потому что Он все знает. Вот Он судья действительно настоящий праведный. Он знает твое детство, твое прошлое, твой характер, твои привычки просто, вот все твои мотивы твоего сердца, да? И часто вот, ну, Он назван в Библии, что Он именно судящий помышления и намерения сердца. Для Него вот это вот важно. Да, не просто вот визуально, что человек сделал, делаем, да? То, как человек думает, как человек действительно борется там с чем-то. Борется он или не борется. Да, поэтому настоящий христианин, он рано или поздно, он победит грех. Ну, я имею в виду, победит свою зависимость. Я не знаю, когда. Я не знаю, вот, ну, да, сколько, но он не остановится. Аминь или нет? И вот, ну, вот этим отличается христианин и не христианина. То есть, по идее, христианин, вот это вот то, что Иисус умер за мои грехи, не дает мне права оправдывать мою слабость и мой грех. Но он дает мне благодать вновь и вновь приходить к Иисусу и говорить, не исправился, не получилось. Помоги мне, дай мне твоего духа. Не знаю, что делать, да? Он просто не останавливается. Вот что сделал для нас Иисус. Он дал нам доступ к своему присутствию. Дал нам доступ к Святому Духу. Да, дал нам вот это отсутствие суда со своей стороны. Да, он говорит, все, я тебя не осуждаю. Но иди и больше не греши. Но человек что делает? Все равно идет и грешит. И вот здесь вот, ну, как бы, тут сложно очень это все понять. Да, и найти. Поэтому вот мы всегда хотим по плоти все быстренько исправить. Стать с виду правильными. Но в реальности часто являемся... Знаете, когда мы судим других, мы сами отказываемся от Иисуса Христа. Для себя. Вот это вот так вот работает. Когда мы судим других и осуждаем других, якобы вот, ну, это да, это уже вот, да, вот как, ну, это уже за рамочки куда-то вылазит, да? Мы, как бы, определяем уже какие-то рамочки. Мы уже как будто бы себя, ну, убираем из этого ранга грешников, да? Мы уже, как бы, не грешники, потому что, фу, что творит и сколько раз. Но суть вот такая. Только мы начинаем это делать, только мы начинаем так думать, мы автоматически отказываемся от жертвы Иисуса Христа для своей жизни. Вспомните притчу Иисуса, когда он говорит, грешница пришла, ноги мыла, и он такой, я тебя спрошу, один должен был пятьсот, другой должен был пятьдесят. И так как обоим не было что заплатить, он простил обоим. Кто обоим больше любить? Кому больше прощено. И вот, ну, вот тут вот возникает вот этот вопрос. И потом он выводит такую формулу, он говорит, истинно говорю, кто? А, ей прощено много, потому что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. И вот он часто здесь и как бы вопрос, мы любим Бога или нет? Если нам мало прощено, мы мало любим Бога. Потому что мы сами себя поставили в ранг меньше грешащих, больше достойных и так далее. Понимаете, вот я просто хочу об этом сегодня разговаривать, и об этом вот, ну, вот эти вот такие моменты для того, чтобы... Потому что я все тебе сказать на эту тему не смогу. Я хочу, чтобы до тебя дошли вот эти принципы, как работает Божье Слово и что такое Божье Царство. Что оно напрямую действительно зависит от того, как мы мыслим. И оно напрямую зависит от того, как мы относимся к другим людям. Потому что даже Божье Слово говорит, что от того, ну, как бы, если кто любит Бога, люби ближнего, да, люби братьев своих. Да, вот Библия, она так и говорит. Поэтому, и вот ты, ты, вот, мы определяем, если ты любишь, как бы, людей-то в реальности, то ты Бог тогда любишь. А если ты говоришь, я Бога люблю, а людей просто, вот, ну, они тебя все раздражают, все тебя бесят. Да, потому что есть еще такая вот про любовь, такая фраза, она, любовь не раздражается, знаете. И я не слышал, когда бы об этом говорили, но вот оно так. То есть, вот появляется некая такая раздражительность, знаете, у людей, которые судят других людей. И вот она именно, опять, но любовь не раздражается. То есть, я действительно не знаю, как мне быть с этими людьми, которые постоянно грешат, там, ну, в центре. Ну, идиот, опять, вот у нас тут два, несколько, там, опять кадров есть, да, которые ушли, все, профукали, вернулись, говорят, простите. И, а куда деваться, ну, надо прощать. И, в принципе, ну, я потом, раз там, через какое-то время смотрю, нахожу в своем сердце. Ну, дурак. Ну, я начинаю думать, вот, ну, ну, может, нападается когда-нибудь все-таки. Ну, вот, и я хочу верить. Я хочу верить, и буду верить, что, может, нападается все-таки. Может, когда-то, вот, ну, дойдет, что хватит. И, ну, я знаю много свидетельств, когда действительно были люди, которые вот долго-долго-долго упорно, будучи даже практически, там, христианами, да, или ходя в церковь, да, там, падали-падали-падали, а потом, раз, и пошло новое творение. И я хочу вот в это верить. А знаете, есть другие, более плачевные даже, примеры, когда человек сразу как будто бы пошел, 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 и все у него так хорошо, потом упал один раз, и все. И уже ничего не хочет. Вот. И, опять же, вот, притча о талантах. Вот, я говорю, как много мест в Писании именно об этом, где Иисус говорит, что, вот, ваши отношения со мной очень сильно зависят от того, как вы относитесь к другим людям. Помните, да, 50 тысяч талантов был должен один человек. И что написано, да, но не было ему, чем отдать. Господин сначала сказал, все, арестовать, все забрать, все, семью, всех в рабы. Но потом тот начал просить, жалуйся, потерпи на мне, я все тебе отдам. Он говорит, ну ладно, что с тебя взять, прощай, иди. И что там произошло, помните? Он пошел, встретил своего знакомого, который ему должен был всего 100 динами. Я сейчас не буду вот это вот раскладывать, эти огромные суммы, но когда-то там переводили эти 50 тысяч талантов по тому, сколько весит серебро, стоит серебро, и на доллар переводили. Короче, там много миллионов долларов, если не миллиардов. Вот эта вот сумма была прощена, то есть это огромная была сумма. А 100 динариев это было, ну, 100 тысяч рублей. Весомо 100 тысяч рублей для жизни повседневной. Весомо, в принципе, да. Не каждый там просто так оставит. Ну вот, но по сравнению с тем, что было прощено, вообще невесомо. Правильно ли? Вот и мы также должны это понимать по отношению к другим людям. Мы не должны забывать, что нам прощено, на самом деле, очень, очень, очень много. Если ты вдруг начинаешь видеть себя, что ты все нормально, и вообще ты не такой плохой человек, и, да, как думал фарисей, когда молился, помните, да? Спасибо тебе за то, что я был такой, и не такой, как этот мытарь. Да, как вот у него еще появились такие слова, да, такое мышление, да, про другого человека. Но появились, но сказал. Иногда у нас так вот бывает. Иисус сказал эту притчу, помните, он говорит, и присукупил притчу, да, как бы для людей, которые любят судить других людей за их грехи, за их поступки. Ну, и вот этот вот человек, давай трясти с этого человека свои 100 тысяч рублей, да, свои 100 талантов. И тот тоже просил потерпеть. Но этот терпеть не захотел. Пошел, отдал, и в тюрьму его посадили, да? И друзья того человека пришли, пожаловались царю его. И что сделал царь? Помните или нет? Так, все, вот этого, которому я все простил, теперь возьмите и посадите. И теперь пока не отдаст все. Вот понимаете, как это работает, да? То есть, вот ты хочешь отдавать все или нет? Ты готов отдать? То, что ты должен действительно, да, за свои прегрешения Богу, да, или за свое... Ты не можешь это отдать? Это невозможно. Но знаете, что там возможно? Тюрьма возможна. Ты не отдашь ничего, но будешь сидеть в тюрьме. И вот, понимаете, мы можем сидеть в тюрьме. Можем сидеть вот этого своего собственного мышления, своего собственного разума вне прощения и вот в этом осуждении. То есть, как бы, если мы будем продолжать осознанно судить других людей, не понимая того, что мы не имеем права их судить. Мы должны какие-то вещи там сказать, что мы увидели, что думаем. Да, ну вот тут, вот тут, ну вот выносить вот это вот суждение, насколько там это все, он плохо там и так далее. Потому что, ну, мы... Вот я тут недавно кино смотрел про Чикатину. Ну, не полностью, посмотрел там только первую серию, да. И вот, ну, мы не можем понять, да, ну, как бы этого человека, да. Но про многих из них, да, таких людей говорят, что у них были какие-то... С ними, в общем, в детстве там их могли насиловать, издеваться или еще что-то, да. И это, да, его состояние, ну, действительно, может знать только один Бог. Нельзя оправдать, ну, конечно, никак не получится оправдать, да. Но судить тоже мы не можем, насколько действительно, вот что там, что там произошло там в голове. Поэтому точно так же мы не можем вот судить других людей. Понимаете? Потому что, ну, тут они, ну, намного лучше и намного меньше там что-то сделали, да. Тот же Чикатило. Да, поэтому любовь не раздражается, любовь все покрывает, да. Поэтому, ну, вот, мы должны над этим работать, мы должны на это все-таки смотреть. И где-то себе запрещать, где-то себя останавливать. Не идти дальше каких-то определенных там мыслей, да. А лучше вообще не судить. Вот апостол Павел про себя так говорит. Вот оно мышление духовного человека. Первое Коринфянам, четвертая глава. Вот как человек научился жить. Третий стих. С третьего. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы. Или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе. Вот духовный человек, да. Вот он себя поместил, то есть он говорит, ну, я себя, в принципе, вот вообще не помещаю в эту шкалу. То есть мне не важно, как там обо мне, я и сам себя не сужу, и, ну, понимаете, да, и других не сужу. Ну, тут не написано про это, но имеется в виду точно. Ибо хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь, да. То есть вот оно, ну, правильное такое хорошее состояние, да, чистого такого сердца, чистого человека, что, ну, я за собой ничего и не знаю. Да, то есть вот оно, чистое сердце. Ну, мы часто, да, не доходим еще до этого состояния, мы за собой что-то знаем. Правильно или нет? Знаем или нет? Или есть такие люди, которые за собой ничего не знают? Нет. Ну, даже если вы за собой ничего не знаете, мы не должны этим оправдываться. В принципе, это хорошо, если вы за собой ничего не знаете. У меня был такой период, что, вот я помню, когда Фреда был, там, первые годы в своей жизни, и вот реально за собой ничего не знал. Ну, потому что там невозможно ни пить, ни курить, ни матом ругаться, и все, вот ходишь, и за собой... Но все равно мы как бы этим не оправдываемся, да? Потом все равно жизнь, она пошла, и я тут согрешил, тут правду не сказал, тут что-то вот малодушничал, там, или еще что-то. Потом вообще увидел другой уровень, там, грехов и так далее. Ну, вот эта вот штука, да, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди, я сам не сужу о себе. Это вот секрет счастья, я бы так сказал. Да, это секрет не засовывать себя вообще никуда, ни в какую шкалу, ни над, ни под, да, и не мучить, как бы, вот себя, там, другими, не раздражаться от того, что кто-то там, и не напрягаться от того, что кто-то делает больше тебя. Потому что, в принципе, это же такая же штука, такая вот зависимость, когда вот ты смотришь на кого-то, вот, там, семья какая-то лучше, там, я не знаю, работа лучше, денег больше, там, может быть, служит больше, я не знаю, в чем мы там... Но мы же не знаем вот истинных мотивов, настоящих способностей человека, да. То, что мы должны, как бы, мы на своем месте должны научиться жить по максимуму из того, что мы можем, да, из того, кто мы есть. Павел здесь примерно об этом и говорит, то, что мы должны каждый испытывать, там дальше говорят, каждый испытывает свое дело, да, то есть, как бы, тут не нужно смотреть, не других осуждать, не завидовать другим, да, не осуждаться от других, да, не от себя осуждаться, а жить и делать свое дело. Вот. Если нет своего дела, спроси у Бога, какое дело. Может, ты еще не готов к делу, может быть, готов к делу, но спрашивай. Ну, то, что можешь делать, делай. Все. Можешь делать добро, делай добро, Евгений говорит. Кто разумеет делать добро, но не делает тому греху. Представляете, сколько мы грешим? Кто разумеет делать добро, но не делает тому греху. Поэтому мы много согрешаем, много мимо живем. Вот. Поэтому давайте учиться, вот, все-таки вмещать людей, да. Никто не говорит о том, что мы должны как-то вот, ну, некоторые вот, опять же, как поступают неизмененные люди, вот, бесы, они, и, если человек грешит такими же грехами, как и он, это является уже для него неким таким оправданием для себя, что-то. Ну, там, и, вернее, и так, он, он может, вот, если он на уровне его как бы грешит, он так, будет тоже сопереживать, потому что сам знает, что сам, ну, то же самое исполняет все. У него уже будет некое такое оправдание, что он не я же один. Или мы, ну, давайте не будем его так сильно исправлять, потому что, ну, есть за собой, да, но если ниже, то держи, да. Вот. Поэтому, ну, мы, нам это не дано, мы, нам не дано судить, потому что мы не знаем всего и все. Мы не знаем мотивов, мы не знаем контекста, мы не знаем. Поэтому не имеем права на это. Поэтому здесь очень тонкая такая грань. И много стихов. Колоссянам 3. Добавляем 2. Ну да, с 12 стиха можно прочитать. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрение, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, в которой есть совокупность, совершенство». Вот. А любовь всему верит, все покрывает и не раздражается. Вот. Поэтому и не раздражаться нужно не только вот не раздражаться, не только снаружи, но и внутри. Вот. И это уже более трудно. Вот. Но это как раз и есть вот это вот «не судите, да несудимо будете». Вот. Поэтому вообще не вставайте в эту шкалу. Просто. Поймите, что ну не надо нам, нечего нам там делать. Опять же, да, потому что мы должны это понять. Для того, чтобы понимать христианство и получать от него пользу и преимущество, да, мы должны понять, что мы в любом случае всего лишь люди и плоть. И все равно будем согрешать, периодически будем грешить. Ну что теперь, грешить? Нет. Бороться? Да. Вот так. Мы будем бороться? Должны бороться? Должны. Ты здесь борешься, другой на другом уровне борется и так далее. Все дело именно вот в этом, чтобы мы просто боролись. Потому что у нас одни и те же враги. Знаете, да, наших врагов? Ну я вот так троих отделил просто. Это мир, дьявол и наш плоть. Вот можно их назвать нашими врагами, да. Это вот атмосфера и все, что как бы вот вокруг нас часто, она враждебная. Пухоть плоти, пухоть очей, гордость житейская. Все вот это вот вокруг. Весь мир так живет, так дышит. Но это не оправдание, чтобы мы так жили, так дышали. Дьявол есть? Есть. Действует? Действует. Плоть есть? Есть. Тянет ее? Тянет. Ну вот. И поэтому мы все в принципе живем одним и тем же. Галатам, шестая глава, как раз вот про это. С первого стиха. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовный, исправляете такового в духе кропот, кротости, наблюдая каждое за собой, чтобы не быть искушенными. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, то обольщает сам себя. Вот часто бывает много таких людей вокруг, которые себя считают чем-то, будучи ничто, но часто обольщают себя. Они не носят бремена других, соответственно, потому что вот он закон Христов. Да, Павел подводит. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Сопереживайте другим людям, которые не справляются с чем-то. Пускай вот это у вас немножко, да, помните, как Павел говорит, я согрешал ли кто, я воспламенялся за ним. То есть, как бы вот, ну, к этой боли очень трудно привыкнуть. Вот почему я говорю, да, я говорю про ребят, да, который, он становится тебе близким. Он вроде какое-то время живет нормально, а потом опять падает. И причем так все это ужасно, что хочется просто сказать, все, козел ты. Ну и говоришь даже. Предатель. Но потом, ну все это идет от чего? От какой-то боли, от моих каких-то ожиданий, что вот, ну что я могу сделать? Ничего. А Христос его прощает? Я ему должен об этом опять сказать. И ну как бы, и вот, и это сам понять. И продолжать ждать. Продолжать так вот мучиться в агонии. Продолжать терпеть вот это вот, ну как бы, свое состояние, когда другие люди, например, да, которые там за мной наблюдают, да, скажут, да, чего, ничего не получается, у меня не опять все. Слышал там, мурщиков, машину, прав-какал. Ну все, нормально. И они будут радоваться, и они будут, ну как бы, кто-то будет даже радоваться, вот именно, и мурщиков все равно, там, до машины все равно, ну то, что у меня не получается, и вот, и будет. Ну я должен от этого расстраиваться? Не должен, но расстраиваюсь. Правильно ли я? Вот, вот это вот и есть носите бремена друг друга, примерно, да, когда мы ничего сделать не можем, но расстраиваемся. Поэтому если ты расстраиваешься за кого-то, кто-то согрешает, расстраивайся, молись, продолжай с ним разговаривать, может быть, да, продолжай за него молиться, ну, 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 опять же, не разочаровывайся, и не очаровывайся, потому что это всего лишь человек. Аминь. Вот, поэтому, ну, мы должны это просто понять, и все, поэтому, да, вот, у нас очень хороший пример, самый лучший оставил сам Христос. Ученикам. И когда? Когда ноги им помогут. Знаете, вот, 13 глава, Евангелие от Ивана, давайте мы прочитаем. 13 глава с 1 стиха. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил сердце Иуде Симону и Скорету предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога исшел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, и, взяв полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги учеников и оттирать полотенце, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать мои ноги?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а разумеешь после». Петр говорит ему, «Не умеешь ног моих вовек?» Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Иисус говорит ему, «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал предателя своего, потому и сказал, не все вы чисты». Что делает Иисус? Он решил показать, насколько Он их любит. Он решил омыть им ноги. И в некоторых церквях есть такая практика, мыть ноги. Я не за нее. Потому что я считаю, что это больше символ. Это то, о чем нужно размышлять, и то, что действительно должно быть больше на практике духи. Вот это вот, исправляйте друг друга в духе кротости. Вот как Павел объясняет вот это то, что сделал Иисус. Исправляйте друг друга в духе кротости. Потому что, ну вот, просто сам представь, вот что такое вот. Я возьму сейчас и начну. Ну, если ты еще картошку пойдешь, покопаешь сначала, там, ну, а я потом приду, к тебе ноги буду мыть. Буду вот там, между вот, мизицами, где больше всего скатывается, да, вот это вот. Со всеми вот, ну, делами, помоют, войной. Ты как себя будешь чувствовать? Ну, в принципе, ты будешь себя неуютно чувствовать. Правильно или нет? Если для тебя еще что-то значит, что меня как-то уважаешь, то тоже так скажешь. Не-не, ну не надо, я сам. Правильно или нет? Вот, то есть, ну, вот в принципе, таково должно быть наше, как бы, исправление, участие в жизни других людей. То есть, опять же, что такое, ну, если так просто символически разобрать ноги, да, это то, что ходит по земле, правильно? Вот и есть земля, плоть, да, другими словами, вот, да, Бог нас сделал из земли, и человек плотит, плоть возвращается, и, да, поэтому наша жизнь в этом мире, она в любом случае связана с тем, что вот ноги, они пачкаются, да, и это больше о сердце, да, это больше там о каких-то грехах, о том, что, ну, все равно жизнь человека, она все равно связана с тем, что он что-то там будет творить. Кто-то больше, да, кто-то скажет, ты где ходил? А кто-то вообще чистенький такой, прям, он в сланцах, и у него даже мыть нечего, да, и он такой скажет, ну, у него даже мыть нечего, а Иисус скажет, а если не помою, не будешь иметь части со мной, да, и вот, ну, вот мы иногда так вот думаем, что чем мои ноги чище, тем лучше. Ну, всем, правильно или нет? Всем, по-моему, многие, даже Иуде здесь так все это вот, да, и зная, что Иуда, зная, что вот в сердце уже было вложено, да, что здесь Суд делает? Он их прощает, как человек, за то, что они от него убежали. Они еще не убежали, но он знает, что они убегут, и он уже хочет их простить, понимаете? Да, он уже им показывает, что, ну, чтобы они потом вспомнили и поняли, что, слушай, ну, он же не зря мне ноги моют, значит, он меня простил, значит, он уже знал, что я сделал, правильно или нет? Ну, и вот таким вот образом мы должны думать, жить и стремиться к этому. И, ну, как бы, я все равно хочу верить, что, да, есть, наверное, люди, которые не оставят свои грехи и так до конца жизни будут кувыркаться, но есть те, которые оставят. Аминь. И мы просто должны в это верить, как христиане, и все равно продолжать не судить. Аминь. Не себя уже не ставить вот в этот, вот в эту вот линеечку, понимаете? Более чистых ног, более грязных ног. Их все равно нужно мыть. Все мы много согрешаем, все равно ты плоть. Поэтому тебе какие-то вещи просто проще делать. Вот. Проще не грешить, поэтому, но не судить тех, которые не справляются еще с чем-то. Вот. И, ну, и надо понять, что вот мы христиане не потому, что там мы грешим или не грешим, а потому что есть Христос, с которым у нас есть личные взаимоотношения. Аминь. И который принимает нас такими, какие мы есть. И который вновь и вновь тебя прощает и обновляет. И если ты не сдашься, то ты очистишься и освободишься. И если ты быстрее освободишь свой разум от того, чтобы судить других, то ты быстрее освободишься от своих собственных зависимостей, своих собственных грехов. Потому что я заметил, что эти вещи, они прям взаимосвязаны очень сильно. И Библия говорит то же самое. Вот. То, если ты перестаешь, как бы, относиться к другим хорошо, то ты теряешь отношения с Богом. Таким образом учит Библия. Поэтому, я тут даже написал, перестань судить ближних, ты почувствуешь свободу от своих слабостей. Я увидел, что это так. Вот. Поэтому, еще раз, давайте обновляться, давайте перезагружаться, давайте выкидывать все ненужное, старое, то, чем мы живем старым, всякие предрассудки, всякую религиозность ненужную, все то, где Бог был, все то, ну, как бы, человеческое такое. И стремиться больше к Божьему, потому что, ну, действительно, Бог есть, и ты во Христе новое творение. Он способен тебя обновлять, Он способен твою жизнь наполнить счастью, радостью и миром. Пускай не так, как ты хочешь, и не так, как ты представляешь. Но ты это должен ему доверить, сказать, ну, да, ты Господь. Аминь. Аминь. Аминь.